На один день центральная площадь Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха превратилась в место соревнований для особенных детей. В состязаниях приняли участие ребята со всей Московской области с такими заболеваниями, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения. Мы очень долго ждали Одинцова, и Одинцова очень хотела, чтобы здесь запустились лыжемечты. И наконец, в этом сезоне летнем это произошло, поэтому это Одинцова. Это открытая площадка, которая подходит, у нас здесь проходят занятия, уже они проходят с лета. Здесь на неделю, по-моему, около пяти дней в неделю дети занимаются. Уникальный проект разработал телеведущий Сергей Белоголовцев вместе со своей супругой Натальей. Они нашли способ реабилитации для своего сына и теперь делятся им с остальными родителями. Проект стартовал в 2014 году и сегодня о нем знают во многих регионах нашей страны. «Лыжи мечты» программа работает в 24 регионах страны, программа «Лыжи мечты ролики» работает в 13 регионах страны. И «Лыжи мечты лета». И «Лыжи мечты лета». Пока только в Удмуртии. Пока только в Удмуртии. Нет, мы постоянно, еще раз говорю, мы постоянно ищем, куда нам развиваться. Это программа шаговой доступности, которая может работать не в каждом городе Российской Федерации, а в каждой деревне. Это то, что может каждый, то, что недорого, легко и доступно вообще всем. Тяжелые диагнозы не мешают ребятам заниматься спортом, развиваться и жить полноценной жизнью. С каждым годом желающих встать в летний сезон на ролике, а в зимней на лыжи становится все больше. Мы очень благодарны всей Чите Белоголовцевых, что они, в общем, из истории своей жизни сделали историю для всей страны. И терапевтический эффект, и реабилитационный эффект есть от этой программы. Мы очень рады, что вот сегодня, в такую хорошую погоду, этой замечательной осенью, Одинцова стала площадкой для нового направления этой программы – ролики. Старты мечты – летний вариант терапевтической программы «Лыжи мечты». В соревнованиях принимают участие дети с разными диагнозами. Но объединенные общей целью – стать сильнее и выносливее. Это тот самый пример, когда победа не важна. Важно самоучастие. Марш! Очень бодро едет. Все заявки на победу у него есть? Более 50 детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в этих соревнованиях. Ход состязания контролировали опытные инструкторы, которые прошли обучение в реабилитационных центрах. Есть дети, которые на обычных роликах катаются, а есть детишки с особенностями, которые могут кататься, но у них ножки слабо зафиксированы, и поэтому они катаются в горнолыжных ботинках и используем скивилы для этого. Вот есть дети, которые либо вообще не ходят, либо ходят только с поддержкой, для них роляторы. То есть специальное оборудование, на котором они смогут с помощью инструктора перемещаться. Всего было дано два старта для ребят из Денцовского района и Московской области. Трассы сложные, которые нужно пройти правильно, пройти на скорость, как можно быстрее. И ждут повороты, всевозможные объезды препятствий, проезды препятствий, то есть сложные действия двигательные, которые нужно совершить самостоятельно, либо с помощью помощника, тренера. Праздник спорта, добра и дружбы никого не оставил равнодушным. Такие соревнования дарят особенным детям радостные эмоции и позитивный настрой. С разминки потом идут всякие, круг такой просто объехать, как разминочный, и потом идут элементы всякие, разные, трудные, легкие. После тренировки румянец, хорошее настроение, желание жить, там, совершать победы. Она буквально приезжает, бывает, опущенная голова, уезжает, голова кверху. Все, я могу, у меня все получится, все впереди. Весь день для гостей работали адаптивные площадки по хоккею, футболу, баскетболу, проводились различные мастер-классы, а завершилось спортивное мероприятие дружеским хоккейным матчем. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...